Привет, дорогие друзья! Это очень важное видео, прошу вас им поделиться, потому что оно не характеризует то, что происходит в отдельно взятой области. Как многие ошибочно могут думать, вот там распределение 150 миллионов гривен, да? Некоторые думают, ну так и что, это же вот в той области, ну бывает, да? Не бывает, это везде сейчас так, везде сейчас так, и мы надеялись, что все изменится. Не буду повторяться, да? Вы видите сами, как много всего меняется. Вы помните историю Винницку? В Виннице некий человек, называющий себя журналистом, который работает в СМИ, которая по нашей информации принадлежит лично Гройсману, а также на паях мэру Винницы, некому Маргунову, написал, что, мол, хорошо бы сторонников шария там с ними что-то сделать, называл их мразями и так далее и тому подобное. Потом, будучи пьяным в кабаке, ночью получил поджопник какого-то местного жителя, которого не устроило, что он там призывает расправляться с виничанами. И 125-я статья, то есть легкие телесные, я не понимаю, где там вообще телесные, но ладно, окей. И вот новость. Подозреваемому в нападении на шеф-редактора Вежи изменили обвинение. Что происходит? Теперь мужчина подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 345.1 умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи, побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений, в связи с осуществлением этим журналистам законной профессиональной деятельности. Санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы. Какой именно журналистской деятельностью данный журналист занимался в баре в 2 часа ночи, напившись пива или что он там напился? Как сообщил Качер, обвинение изменили, учитывая поданное ходатайство адвокатам Качер, ну а не какие журналисты, так они и пишут, которую журналисту предоставили в украинской хельсинском группе по правам человека. То бишь по блату, ну элементарно по блату, вписывают некую хельсинскую группу. Хельсинская группа это группа, которая обязана, ну во всяком случае они заявляли своими целями всегда, защита прав человека. Хельсинская группа это очень серьезная организация, в свое время, да, с этим был связан там СТУС, там Светличный, то есть хельсинская группа, она раньше, ее нельзя было заказать просто по блату. Теперь, как я понимаю, можно. Они обратились в генеральную прокуратуру, по нашей информации. Генеральная прокуратура, это там где Рябошапка, который не может никак подписать подозрение убийцы Стерненко. Спустили бумагу на областную прокуратуру, те нагнули следователя, который ведет это дело. И следователь хоть и видит, что там нет никаких оснований переквалификации, потому что не было никакой журналистской деятельности, ни с чем это не связано, ни с какой журналистской деятельностью. Это бытовой конфликт натуральный, да. Тем не менее, вынужден был под давлением прокуратуры это переквалифицировать. Мы это, конечно, отмотаем назад, я убежден. Но теперь мы займемся вплотную Винницкой этой всей мафии долбанной. Во-первых, посмотрите на пресс-конференцию. Там туда же привели по блату, конечно же, представители этой хельсинской группы по правам человека. То есть в стране, да, где регулярно нападают на журналистов и так далее и тому подобное, хельсинская группа молчит. Тут внезапно они вписываются за чувака, который призывает устроить 2 мая в Виннице. Наша журналистка, которая там присутствовала, конечно же, интересуется у этого правозащитника. Перш за все, у меня несколько вопросов до пана правознавца. Скажи, пожалуйста, че есть у конвенции, которую вы зачитывали, право люди на политические вподобания? И че есть конкретно право Андрія Качера прописывать комментарии в социальных мережах, что этих людей нужно спаливать, а конкретно повторить с ними события 2 травня в Одессе? Так, че мне, пожалуйста, отлично? Представитель хельсинской группы признает, нет, ну нельзя людей наказывать смертью за их политические предпочтения. Нельзя, окей, нельзя так нельзя, а ты вообще знаешь, чего ты туда пришел? Хельсинская группа знает, за кого они вписываются. То есть, я так понимаю, ответ позитивно. Так, каждая людина має право належати до такой политической партии, которая ей до вподоби. Питание номер два. Я буду журналістом, как для гражданина Украины. Чи має право пан Андрій Качер закликать, спаливать этих людей, повторить с ними события 2 травня? Если кто-то не знает, люди, которые пришли сюда поддерживать Андрія Качера, че вы знаете, что произошло 2 травня в Одессе? Можливо, есть такие уникальные люди, которые этого не знают. 2 травня в Одессе погибли, згорели граждане Украины. Пан Андрій Качер предлагает повторить это с мешком Северной Вене. Сам присутствующий там журналист Качер, который в соцсетях, он всех призывает там спалить, сжечь, там разобраться, но в жизни оказывается просто мразью, которая начинает бежать в полицию и рассказывать о том, что на него наехали из-за его журналистской деятельности, которую притаскивает по блату, да, благодаря своим шефам, которые его курируют, туда представителя херстинской группы, который сидит там, машет гривой и мычит, да, он рассказывает, что не было такого коментария, мы, конечно же, его зачитываем. Я пропаду, я не знаю, я читал. Ну давайте, я не знаю, я не читал. Ну что там было написано? Давай, чтобы мне что-то брать. Подивите, цитую, цитую, подивите, подивите ситуацию 2 травня Одессы, дуже повчально. Вы писали таке? Рад же поговорить, что ж таки другого. Рад же поговорить, что шашлыки 2 травня. Шашлыки 2 травня, окей, это ваши цитаты. Шашлыки вы называете за гибель людей шашлыками, это уже на вашей там совести залишает. Представитель херстинской группы заерзал что-то на месте. Он не знал, ему просто сказали, ты должен туда отправиться. Вы должны написать вот такое-такое-то в генпрокуратуру. Он не знал вообще, что это за дело. Что же это за херстинская группа у вас? Ку-ку, а можно вас вообще заказать там, ну на свадьбу другу? Тому що зараз ви дуже так кволо розказуєте про те, що вас хтось переслідує, на вам загрожує щось. Перш за все, як ви дуже влучно помітили, що ваша персона, вона була, як і залишається, для такого масштабного ресурсу з мільйонами кількостю подписчиків, вона є і була нецікавою. Але коли ви дозволяете собі на публічних платформах такі висувати гипотези, як повторення подій 2 травня, це не може не викликати нашу зацікавленості тільки в тому плані, що ми постійно прийдемо постояти за своїх людей. Ми це політична партія, яка є офіційно зареєстрованою партією, ДЦВК не знайшли жодних проблем. Істерика, срочно закройте рот, срочно. Да, ми будемо приходити за своїх людей, і ми прийдемо, потопчем вас і ввідемо назад. А на самом деле нам плевать, що веде себе нова власть, а ведуть вони себе як чисті імпотенти. Генпрокуратура, яка виписує там срочно разобратися, але не підписує подозрений реальним убийцам. Нам на це плевать, ми будемо защищатися своїми силами. Це Верико, ви таке писали, так чи ні? Ви таке писали. Да, він таке писал. Він таке писал, але тільки херсінська група об цьому не уточнила, коли писала свою маляву в Генпрокуратуру. Скільки це стоило грошей? Ми скоро все виясним. Скоро все виясним. Так ви в Генпрокуратуру, може, теж грошей занесли? Маргунов, мэр Вінниці, заносив грошей в Генпрокуратуру? А я думаю, заносив. Це був марш мир. Не агресивний марш, а марш мир. І Андрій Качев усіх наших віничан назвав мразями. Не політичними опонентами, а мразями. А також він нас назвав тваринами з червоними кульками. Це може журналіст говорити? Але це все хельсинська група не уточняє. Тут фішка в чем? Я зв'язався з Владимиром Чемерисом. Я считав, що він глава хельсинської групи. Нет. Более того, він сейчас напишет їм своє обращення касательно вот этого поведення хельсинської групи, которая давить на прокуратуру, а прокуратура сверху вниз надавила на этого следователя. Который в итоге... Следователь... Я... Ты ж меня смотришь, да? Ты крайним останешся. Ты понимаешь? Ты останешся крайним. Они потом скажут, что мы не указывали ему менять квалификацию статьи. Это он сам. Мы считаем, что ты тоже денег получил. Андрей Качур не помнит, кто владелец СМИ, в котором он является шеф-редактором. Вы че там вообще, что ли, офонарели? Слушай, запитання було. На це мало. Ви сто у вас на тебе сайтах? Ага. Ви сто у вас на тебе сайтах? 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 Абсолютно. Это большая позиция. Вы же на тебе сайтах? Да, это так. Ну, это же відповідная информация. Я наскільки знаю, что сейчас, я навіть не помню прозвище цей людини, имени цей было. Мы сказали, и мы домовляли церковь про принц. Да, так бывает. Он не помнит фамилию владельца сайта, на котором он работает шеф-редактором. Не удивляйтесь, так бывает. И когда вы думаете, что все средства массовой информации это просто конченые мрази, да, я вам хочу сказать, что не все. Местный винницкий телеканал выдал сюжет тогда. Ну, просто супер. Вы посмотрите его, а потом мы будем вместе передавать привет винницкой прокуратуре и ментам. С чего началось недопонимание со стороны винничан в адрес этого редактора? Я уже говорил, но я еще раз напомню. Он разместил статус, в котором он четко назвал винничан мразями. Винничан, который посмеливаете с красными шариками, он назвал мразями. Меня назвал выродком, который является еще и рашистом. Вот. И если они за меня вписываются, за рашистов, значит, они выводят себя за грани общества и моральных норм. Я вам напомню, с чего началось. В издании, которое возглавляет этот герой, появился абсолютно мерзкий материал, где сжигали агитпродукцию шария, а он, в свою очередь, разместил статус, где написал, что жаль, что не самого Анатолия. Ну, сожгли, имеется в виду. Если до этого были словесные напады на прихильников шария, то неведомые активисты начали діяти более агрессивно. Вони вкрали и спалили агитпродукцию шарию. После чего, будто профессиональный журналіст дозволяє собі коментар про спалення самого шария та нагадує про одеський сценарій 2 травня. Ми теж наближаємось, тому боятися треба вам. Раджу погуглити за пошуковим запитом Одеса 2 травня. Шашлики, повчальна історія. Був один з коментарів на мою адресу. Щось типу, убегайте, бойтесь, ми приближаємось. У відповідь на цей коментар я написав приблизно наступне. Боятись потрібно вам, раджу погуглити історію Одеса 2 травня шашлики, повчальна історія. Ще однією причиною негативного, а часто агресивного ставлення до партійців шарія – діяльність самого Богера, в якій він досить доступно пояснив, що таке вежа і хто за нею стоїть. В той час, як сам директор «Тов вежа ВІП», такою інформацією не володіє. – Хто власників сайта «Вежа»? – Ну, це все… – Це все. – А, що ви отримали власників ЦУ з приводом цієї сферії? – Абсолютно жодних. Це виключно моя позиція. – Ви шахердам? – Так, так, я шахердам. Ну, це ж відкрита інформація. Я наскільки знаю, що зараз, я навіть не пам'ятаю прізвище цієї людини, мені це було не дуже цікаво. Вежа, сайт «Вежа», це товариство «Вежа ВІП». Товариство «Вежа ВІП». «Лимитед», «Хринимитед». Товариство з обмеженою відповідальністю, уполномоченне лицо Качер Андрей, размер уставного фонда – 200 тисяч гривень, а конечний бенефициар, ну да, це вони, да, 200 тисяч гривень уставного фонд, конечний бенефициар у них – Максименко Инна Борисовна, собственник. Максименко Инна Борисовна. Кто это такая, интересно? Вот она вложила 200 тисяч гривень в уставной фонд. Как следует, с сайта НАЗК Максименко Инна Борисовна еще в семнадцатом году работала в Винницкой области в департаменте социальной политики Винницкого горсовета. 200 тисяч гривень вложила она, напоминаю, итак, у нее вот тут 3 гривны, вот муж ее заработал 16 тисяч гривень, по-богатому, здесь одна гривна, 8 тисяч гривень, ну где же, а вот и сама зарплата Максименко Инны, 6 тисяч 900 гривень, заработная плата, полученная по основному месту работы. И самое интересное, она получила помощь по безработице 10 тысяч 400 гривен. Работница, сотрудница Винницкого горсовета, основыватель некой СМИ, вкладывает 200 тысяч гривен, при этом получает пособие по безработице. И так на фейсбук указан домен, домен ВЭЖа. Мы идем, короче, ищем торговую марку ВЭЖа. О, и находим торговую марку ВЭЖа. Кто ее зарегистрировал? Некто Кондратюк, Катерина Миколаевна, зарегистрировала. А адрес, телекоменцией, да, да, это они. Адрес, село Громадске, будинок 1, Литинский район, Винницкой области. По этому же адресу, зарегистрировано публичное акционерное товарищество, племзавод Литинский. Но мы роем дальше. Акционером племенного завода Литинского является вот это вот публичное акционерное товарищество, закрытый фонд, венчурный фонд, Кондитер Инвест. Основателем его является некто Москалевский Вячеслав Александрович. Кто такой Москалевский Вячеслав Александрович? На нем ряд предприятий зарегистрирован. Давайте посмотрим его связи. Деловые связи. О, боже, как это? Что это за такая деловая связь? Может быть, просто полный тезка? Может, полный тезка? Нет? Нет. Просто дело в том, что Москалевский Вячеслав является президентом Рошен. Так что, не знаешь, да, кто владелец сайта? Вот мы расследовали, кто владелец сайта. И я думаю, что надо эту, во-первых, эту шавку мы сейчас будем загонять, скорее всего. Я полагаю, что мы отправим все-таки туда своих юристов касательно его заявлений в отношении меня, в отношении моей политсилы, в отношении того, что мы какие-то там шпионы и так далее. Мы будем эту шавку загонять. Но самое главное, что дело же не в этой шестерке. Дело в А, в коррупции, которая явно здесь прослеживается по отношению к Хельсинской группе, которую, я уверен, занесли. И Б, кто занес? Скорее всего, мы полагаем, вот этого чушка. Вот этого чучела, это мэр Винницы. По нашей информации, именно мэр Винницы Моргунов является куратором данного ресурса, является куратором тех полупокерсов, которые бегают там, строят из себя радикалов. И вот этого вот, который выдает себя за журналиста. Теперь мэру Моргунову я должен передать, что смотри, мэр Моргунов, мы найдем все тендеры, которые там у тебя проходили. Мы сделаем все для того, чтобы ты не просто решился там своей позиции мэра, да, чтобы ты отправился нахрен в тюрьму со своими подельниками. В этом нам, к слову, поможет бывший начальник полиции Винницкой области. И поэтому я анонсирую большой привет прокуратуре и ментам. Ждите. Я же работал начальником ГУНП Винницкой области. Недолго, правда, полтора месяца. Вот. Но хочу поделиться широкой аудиторией, с чем я там столкнулся. Я вот смотрю все эти ролики, там, боевики Шария побили какого-то журналиста, там, и так далее. Также прокурор, который сейчас на сегодняшний день есть. Это человек семьи, так называемый. Точно так же сегодняшний начальник полиции области, мэр города Винницы, до недавних пор губернатор. Сейчас там назначили нового, но это зам мэра. Я так понимаю, что поменяли шило на мыло. Ну, полный город и горных заведений. Как это работает? В этом всегда полиция, в этом всегда прокуратура. Почему прокуратура? Потому что, чтобы гасить возбуждаемые дела, они в доле. То есть, существуют определенные люди в полиции. Сейчас они работают, когда я там был, они работали в городском отделе. Они собирали дань с этих всех игровиков, заносили все это в прокуратуру. В итоге получал с этого и прокурор города. Ну, это первый доход. Такой легальный, скажем так. Вот. Вторая часть это контрабанда. Имеется большая протяженная граница с Молдавем, с Приднестроем. Контрабанда сигарет, контрабанда орехов. Не на тех наехали. Маргунов, вот эта вот чушка, которая является там мэром, он себя считает там, конечно, местным царем. Ты не царь. Ты чушка просто. Вместе с своим Гройсманом. Нам плевать на вас. Вообще, абсолютно. Наезжайте. Нам нравится, когда наезжают. Мне лично нравится. Я тащусь. Потому что, когда вам даешь сдачу, вы начинаете убегать. А мне нравится вас догонять. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Будет весело.